есть ресурс который называется karl russia.com сейчас мы найдем вот тут вот в этом месте компании вконтакте тут есть все наши даже с фотографиями видите контакт то есть электронные адреса мой в частности до телефон даже мобильный есть только прошу не звоните по нему по субботам по воскресеньям мы сделал небольшое такое вступление так где тут у нас касающиеся вот этого диска который у вас есть что здесь есть помимо вантул обновление вантул на значит здесь есть но системное требование компьютеру ну нынче такими системными требованиям уже никого не удивишь но тем не менее стоит немножко прокомментировать вот видеокарта с решением 1214 768 вы сейчас можете лицезреть 1024 на 768 это прямо скажем здоровью не поможет я могу сказать лучшее разрешение иметь все-таки побольше ну вот мало того для вантул все-таки удобно использовать мониторы широкоформатная то есть него не вот в таком формате как вот вот этот вот проектор показывает да вот этого 4 5 до а лучше иметь этот это вот 16 10 то есть вот нормальный любой современный компьютер в принципе это уже обеспечено ну там идея такая что работать удобнее на широком мониторе по-любому потому что инструментарий когда мы с вами начнем работать вы сами поймете особенно это касается работы с польским интерфейсом если как бы стратегию рисовать еще на этом можно то с польским интерфейсом там уже инструментарий расположен таким образом что не очень удобно поэтому конечно лучше монитор широкий если будете заниматься программированием контроллеров тут хороший повод обратиться к руководству с просьбой купить вам нормальный монитор что вай фай да да секретным паролем вот дальше мышь мышь это очень важное замечание мышь потому что на обычном вот этим вот тачпадом пользоваться при работе с вантул в общем проблематично если искать больше почти почти невозможно нормально пользоваться в антул с помощью этого тачпада поэтому вот мышь это такая штука обязательно что касается операционных систем никаких проблем не было замечено ни на одной из современных операционных систем вплоть до windows 8 потому что у меня вот на одном из компьютеров windows 8 я пользуюсь там вантул и не испытываю никаких проблем и понятно что официальной поддержки windows 8 видите не заявлено производителем программы распечения тем не менее методом так сказать эксперимента я установил что windows 8 по крайней на моем компьютере с windows 8 вантул работает без каких-либо претензий так единство что вам необходимо это то это возможность запустить какую-либо программу от имени администратора то есть если кто-то вас в системы администратор например в компании ограничил вас каким-то образом в правах у вас будут проблемы вантул должна запускаться как-то от имени администраторов так вот есть замечание есть одна одна из частей из пакета это touch editor это как бы отдельное программное обеспечение который хоть и включено в пакет но по большому что стоит особняком это отдельный редактор для создания кода не вот этого нашего дисплея с тачскрином и люди дачи так называемых вот не заявлено совместимы 64-разрядной операционной системы в принципе он работает наверное наверное как-то может быть не до конца правильно но в целом вот у меня например все операционные системы которыми я пользуюсь они 64-разрядной как-то он там с ними работает поэтому что именно там работает не так я честно говоря пока не не установил могу сказать что есть такие слеты бывают работаешь и в конце дня бах он упал может быть это как-то связано 64-разрядной аперсовки плохого знает ну значит значит видимо есть какая-то другая несовместимость но об обращаю ваше внимание что в антул touch editor вот вот так и заявлено несовместимы 64-разрядной амперационной системы хотя я пользуюсь дальше значит что еще тут но это все ерунда что еще на диске что еще на диске так bios fmv но это то что загружается в контроллер кто кто сталкивался с таким ископаемым как pico 2 тот для него самый последний bios под 388 и новее я думаю не будет никогда уже но это скорее действительно ископаемая нынче но думаю уже даже нового устройства скорее всего вы не найдете это если устройство какое-то уже был уж на если вы запланируете переписать под него код тогда вот есть нам новый bios bios и для контроль пика 3 пика xs вот они 435 и 620 435 это bios ну который я бы рекомендовал для пика xs в силу того что в нем есть все необходимое чтобы пик xs корректно функционировал и нет ничего лишнего на что есть 620 и и что все равно не поддерживается стандартным эксессом имеют стандартный тот который самый распространенный на складах который имеет обрезанную память и оперативную и постоянную есть пика версии пик xs как правило не складские позиции заказные так называем расширенной памятью она такая же как пика во втором чем размахивать я думаю что все видели пик xs ничего такого это очень очень успешное популярное устройство но замечательно подходит практически под большинство приложений связанных с вентиляцией замечаете устройства ним есть правда нюанс она не поддержит кирилли на своем дисплее то есть не знать что в этом в этот контроле не поддержит кириллицу в принципе его встроенные дисплее не поддерживать кириллицу если вы хотите использовать кириллицу с этим контролем вы должны подключить к нему внешний дисплей беджи ти тогда кириллицу у вас будет а встроенный дисплей кириллицу не поддерживал не поддерживает я вас веряю никогда поддерживать не будет это связано именно с примененным стеклом самим и lcd дальше значит bios эмулятор позволяет в некоторых случаях обойти до проблемы если вы хотите заменить пика 2 на пика 3 и у вас не хочет программа работать можно вот старая программа вы можете загрузить в контроллер пика 3 bios который будет эмулировать в нем и к 2 и вероятность того что программа заработает его появляется могу вам сказать что если вы хотите копировать с помощью у нас есть такой флеш накопить специально для копирования программы с контроллера контроллер если вы сходите из как и захотите скопировать из контролл пика 2 пика 3 ни при каком раскладе даже с учетом использования bios а вот этого эмулятора у вас это не будет вот эта штучка она способна копировать только и программа из печенья в точно такой же контроллер из которого она была сюда загружена то есть если вы хотите из старого в новые у вас ничего не будет то есть из пика 2 пика 2 пика 3 пика 3 пика 5 пика 5 пика 5 пика все это очень важный момент дальше ну вот контроллер пика 5 пика компакт бил 620 это самый новый bios который поддерживает все последние так сказать возможности которые разработаны специалистом коррел частности новый модбас мастер который позволяет очень легко наладить связь между устройствами так эмулятор пика 3 контроллеров пика 5 надо ну смотрите это касается случаев когда в программе опознавания сделано контроллера и вносится определенное ограничение в работу этой программы если программа не может есть программа написано под пика 3 3 это довольно старый код до который в принципе не знает о существовании контроля пика 5 эта программа может оказаться ну может отказаться правильно работать вот для этого сделаны эти эмуляторы могу сказать что все таки это скорее исключение из правил использования таких вот bios эмуляторов чем правило потому что на самом деле она раз в жизни только это использовал и это как-то мне помогло в жизни в основном код он в общем обратно совместим то есть из пика 3 программа написано для пика 3 в большинстве случаев можно залить пика 5 он там будет корректно работать с родным bios нет нет это уже не будет то есть совместимость только в одну сторону также как и допустим программа в пиков так для пика 2 залился в пика 3 будет корректно работать без вопросов а исключение вставляет код который опознает внутри тип контроллера и вводится соответствующие ограничения в работу программ вот это вот может быть проблемой да но такое слой случается в стандартном стандартных кариловских программах и некоторые пользователи иногда делают это на самом деле скорее это опять исключение понимаете перекомпилировать бывает недостаточно во первых чтобы перекомпилировать надо иметь исходный код во вторых если в программе сделано некие функции это надо просто порыться если она неправильно работает надо посмотреть как в программе производится опознавание контроллер если он там производится и будет соответствующие ограничения зависимости от типа размера от типа контроллера там и так далее тогда просто надо сделать необходимые правки сделать чтобы программа стала понимать новое устройство но если этих функций не используется то скорее всего этот код даже без перекомпилирования будет нормально корректно работать так матка бился на предыдущую версию и что-то не заработала да никаких проблем вы можете перезагружать стебе у сколько вам угодно есть мнение нет это не я бы я понял я вопрос понял нет никаких проблем никак не не это не телефон да в котором бывает там срабатывает что же что не дает откатиться нет без проблем вы можете выбирать тот bios который вам подходит я могу сказать что вот в случае допустим используя стандартные программы допустим для пик xs который выложен у нас на сайте например да там я в мануале черным по белому на первой стороне сразу написал что она рассчитана на 435 и и больше старше bios туда вливать не надо по причине того что просто bios и которые старших версий они больше занимают место в памяти на 64 килобайт и эти 64 килобайтов не хватает как раз для того чтобы поместила стандартная программа туда в контроллер и все но это про касается нашей стандартной программы которая выложена на сайте может быть еще каких-то стандарт программ кариловских я честно эксперимент эти не ставил ну вот но могу сказать что вот та программа стандартная которая для вентиляции выложена у нас она использует ресурсы пик xs вот вот на сто процентов там осталось там пара тройка килобайт буквально там впихивалась буквально туда ногами все это дело ну вот и поэтому 435 это тот максимум который вы туда можете загрузить чтобы пользоваться программы другой стороны больше пик xs и не нужно пик xs в общем достаточно такое обрезанное устройство 435 это тот максимум который ему необходим рамы нормальной работы единство хочу обратить на что внимание заводские bios я бы рекомендовал менять потому что заводские bios и контроллерах они всегда очень старые в пика третьем это еще 403 по моему идет или 402 и 403 я уж не помню но это bios такой разработанных там каком-то две тысячи там пятом или шестом году это в общем bios который не поддерживает половину функционала которого нынче уже имеется ну вот с вместе говорить о пик xs там и сми не изменяет память вообще идет 357 это это ископаемая даже лон локса с ним не будет то есть то есть вообще ничего не будет то есть 357 это ископаемая ну вот это его конечно надо менять ну вот в контроллерах пика 5 завода сейчас по моему идет 518 нормально корректный bios но вот эта новая штука связана с модбас мастером а вот эта новая версия модбас мастера при которой вы достаточно имейте удобный имейте удобный инструмент для конфигурирования этой сети и мало того я могу сказать что я вот на своем опыте я специально ставил эксперимента тут они такие субъективные как работают скажем опрос между допустим контроллер опрашивать два устройства могу сказать что модбас мастер 3 версии он работает ну так субъективно раза в два быстрее чем модбас мастер версии 2 предыдущий который на макро блоках делался поэтому имеет смысл конечно использовать более новую версию но это все по делу поддержка этого есть 625 18 этого нет 517 вас заводской bios для и к пятых так ну и такое тоже я бы сказал сутки ископаемая как пиже d2 и пиже d3 старый дисплей со скрином там 1056 цветов или монохромные такие довольно крупные устройства тяжелые в них фирма в я тоже за вас за вас заводской этот прошивку менять безусловно если вы столкнетесь заводской прошивки и меня там тоже есть ошибки вот 435 достаточно в принципе вы можете влить 518 но 435 там достаточно потому что там не используются никаких функций которые доступны уже более новых bios когда я введу туда что-то такое что потребует использованного бился я безусловно мануале это сообщу так это что касается bios дальше инструментов есть такая здесь вкладочка из инструментов здесь собственно за к стендалон загрузчики это вот пика менеджер в принципе программа когда позволяет загрузить готовую программу в контроллер пика пика менеджер есть в составе ванту если вы хотите поставить отдельно стоящий пика менеджер вы можете сделать это вот отсюда но я могу сказать что здесь на пока этот диск мы записывали появилась более новая версия пика менеджера этот пика менеджер работает корректно все хорошо но есть еще более новая версия поэтому на сайте на ресурсе ксай . карел . ком можете скачать более новую версию сегодня необходимо эта программа разумеется работы без каких-либо лицензий то есть вам не надо за это ничего платить покупать какие-то ключи и так далее это абсолютно бесплатная утилита которая работает и на контроле но на компьютере самостоятельно без ванту дальше winload winload это старый загрузчик для кареллских контроллеров чем 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 принципиально отличается и к менеджер от winload пика менеджер лучше автоматизирован то есть им в принципе удобнее пользуется чем чем winload он более новый все разумно но пика менеджер привязан к чипу к чипсету конвертера то есть чипсет должен быть в т.д. если ну то есть в кареллских конвертерах естественно такой чипсет ну вот если вы используете конвертер не кареловский там или какой-то другой конвертер который не на этом чипе создан ответственно пика менеджер не сможет его опознать просто в пика менеджер нет возможности установить номер порта вручную номер порта там ставится автоматически зависимости от того куда там компьютер установил драйвера там и куда он установил ваш этот конвертер на какой там виртуальный порт ком порт ручками здесь его поставить нельзя все делать автоматически автоматически делается на основании того как он просит этот самый драйвер компания в т.д. если драйвер будет другой он не сможет этого сделать соответственно не сможете приконнектировать winload этой проблемы не существует там адрес там не адрес там номер компорта устанавливается вручную поэтому вы можете просто зайти в панель управления посмотреть куда установился у вас конвертер увидели нам компорт номер 11 winload вбили цифру 11 и все замечательно у вас заработал маленькая достаточно ну по нынешним временам там 6 мегабайт амали 8 мегабайт дистрибутив это достаточно легкий дистрибутив все работает все корректно все делает но уровень автоматизации пониже чем в пико менеджер поудобнее пользоваться пико менеджер плюс пико менеджер есть такая вещь как комишнинг дату который позволяется в онлайне включиться контроллер и смотреть что там с переменами внутри контроллер прямо в живом в реальном времени winload этого делать не умеет но с другой стороны жизнь показывает что в основном комишнингом мало кто пользуется поэтому если вы хотите загрузить контроллер с помощью чужого конвертера путь у вас в принципе в основном будет через winload единственное могу сказать есть такое замечание что некоторые конвертеры не работают не через winload не через микро менеджер раз уверяю что это проблемы связаны именно с конвертерами потому что некоторые производители тестируют конвертер только со своим оборудованием от тестировали у них заработало но я допустим знаю точно абсолютно овиновский конвертер он кариловский контроллер загружать не хочет и это связано именно с конвертером а вот кариловский конвертер будет загружать у нас контроллер поэтому тут в общем скорее все таки есть некие допущения в изготовлении конвертеров ну вот да кариловский конвертер он чуть чуть подороже получается рынка да если вы зайдете магазин радиодетали увидеть там конвертеры usb через 485 и сравните с ценой на кариловский конвертер то он кариловский окажется дороже нас уверяет очень хорошее устройство маленькое компактная и и работает практически дно откуда я его не подключал к счетчикам электроэнергии каким-то там там тем же меркурия например каким-то шнайдер стимус 8 куда его не подключал мне не возникло никаких проблем связанных с соединением поэтому это может быть устройство и стоит за него переплатить чуть-чуть вот дальше и потом в сумке она занимает видите вот как то вот вот столько тоже когда таскаете с собой всякое всякое оборудование тоже немаловажный момент так дальше инструкции пользователя но как таковой инструкции пользователя для вантул в отдельном взятом талмуте и не существует инструкция пользования для вантул она только в виде хелпа кванту там достаточно объеме стык перевести его проблематично не пробовали даже кривом и наверное стересообразно все-таки понимаете я понимаю что английский язык для как для некоторых людей может быть проблемой но все-таки там не тот английский язык который нужен для ведения каких-то знаете переговоров да там все-таки английский язык 8 достаточно такой скупой технический и знания там уровня там техникума какого нибудь там вполне достаточно для того чтобы понять то что вам надо понять но скажем так как у меня у меня не очень хорошая но так поэтому здесь придется вам мириться с тем что отдельные взятого томика как делают некоторым программам что конечно я бы тоже хотел видеть нету квантул есть только встроенный help так дальше документация вот здесь вот это тот то чего нету в стандартном диске вот вообще тут этот вот диск сделано с нами на основе стандартного диска труб стараясь компаний корилл но я немножко доработал и дописал сюда немножко документов здесь вот описание как использовать протокол корил мастер есть презентация есть ну тут вот когда вы почитаете презентацию поймете зачем вам нужен этот калькулятор так дальше есть демо проект и есть дам проект для обмена с и дроникой то есть контроллером можно заставить опрашивать контроллер будет как сервер опрашивать подчиненное устройство как скада модбас мастер вот эта версия модбас мастер в 20 здесь описано то есть эта версия которая работает с используя макроблок то есть вы должны стратегии управления взять макроблоки специальные библиотечные соединить их соответствующим образом назначить соответствующие параметры и у вас будет опрос устройств по модбасу это более ранее версия вот начиная сбился 620 да мы можем использовать модбас мастер в 30 10 инструкция по применению кстати охоте на английском языке на редкость понятная инструкция вы можете ее прочитать сделать все по шагам у вас все замечательно заработает это очень несложно там буквально создаются табличка в которую заполняете и адреса этих переменных дальше все все начинает сама по себе работать в общем никаких проблем нет немного кратенько по языку ст кто-нибудь владеет данным языком указатели по моему кстати я понял да да помог стать не поддерживается понимаете как я не специалисты в ст поправили на их бизнесе делаю да но могу сказать что тут поддерживается все что заодно стандартам там дин каким-то там ля-ля-ля я не помню какой как он называется цифры эти то есть вот тот минимум который стандарте описан он поддерживается pointer я так понимаю что эта модификация уже сименсом по ему сделано или еще кем-то да но это значит куда сиська это модификация понимать потому что вот так мне сказали написали карелская задал вопрос заднем поддерживается все что за написано в стандарте дин там они мне назвали цифру да все чтоб все что выше него скорее всего не поддерживается ну поэтому тут надо просто изучить посмотреть что у него там есть за команда ну это сказать вот это вот этот раздельщик и скорее для тех кто в нем как бы вообще ничего да и это такое начало который пробует подает возможность вам просто попробовать как это работает ну вот да тут есть там по моему 11 лет 12 готовых примеров внутри но они примитивные и могу сказать там не никаких высоких материй там нет сути этот язык описан более подробно в других источниках могу сказать что использование ст это конечно классная штука но здесь есть парочка нюансов впоследствии я наверное остановлюсь на этих нюансах мало того что мы здесь можем ст использовать как бы в двух двух вариантах мы можем полностью создать проект на ст но для любителей листинга да у для любителей из печаток на клавиатуре дайте команды типа операторы там и так далее ну вот и мы можем сделать по-другому можно создать проект в принципе на fbd то есть более или менее стандартным путем пойти и в него уже встроить под программа написанная на ст вот этот путь мне видится более таким правильным потому что есть парочка нюанс связано с автоматизацией допустим если вы хотите быстренько выбрать переменные которые будете передавать ну допустим скада систему какую-то то случае использования в беде вы должны просто пометить галочками нужные переменные а в случае использования ст вы должны взять специальный функциональный блок для каждой переменной который будет передавать ее ну и потом когда вам надо будет сгенерировать таблицу для заказчика там или для интегратора но или для себя любимых если вы сами интеграторы то при работе на fbd вы просто выбираете опцию create solution documentation и она вам генерирует эту таблицу совсем необходимыми столбцами там атрибутами и так далее если вы сделали это на ст к сожалению ванту не умеет из-за этих функциональных блоков вы набить эту таблицу соответственно в эту табличку должны будет терпеливо ручками с помощью какого-нибудь электронные таблицы например там или каком еще редактора набить ручками ст до без проблем ну я я обычно делаю я использую я использую стать каким образом я как раз использую проект делаю проект на их беде и когда мне требуется вычислить какую-то хитрую формулу там по какой-то с какими коэффициентами с мрачными там количеством знаков после запятой я вставляю в нее программу на ст делаю необходимого вычисления и все так ну здесь папе gd3 но теряет актуальность прямо скажем может будет наверно в следующий диск их убрать вот используем терминала перед деталь здесь есть немножко документов так инструкции по свободным программировым контролем это имеется в виду не то что инструкция это это скорее инструкция по монтажу это технические вот эти leaflet и до которые вкладываются в принципе в контроллер то есть там написано что можно делать что нельзя что куда подключать каким образом правильно подключить это все в этих документах есть да конечно а самой схемы принципиальной схемы контроллера нет нет столько вы как выключить снаружи что как внутри нет мнения как внутри сделано нет но она прямо скажем упрощенно рисовать да да вот обращая внимание что вот вот в этой части есть проект вот в этой части документов дам свободе программе который по отношению к я самая последняя ссылочка здесь есть демон проект для xs а сделаны правда давно ну вот этот проект внутри весь прокомментирован весело функционал там подробно описан внутри что от чего зависит и этот проект в принципе работающая установка хоть и простая простая винда установка вам под одну грелочку до рассчитана водяную там тогда ну вот но этот проект он обычно вон вообще работоспособны и он здесь выложен для того что вы могли после нашего вот этого с вами 3 разговора открыть это проект и посмотреть как как один из вариантов реализации это не не это не руководство в действии ни в коем случае это именно демонстрация того как некоторые функции могут быть реализованы например один из вариантов естественно достаточно простой но работоспособны ну и здесь у меня документ собраны по плате пика в вот такая вот штука которая вставлена в день данном случае в xs это веб-сервер который мощем на благодаря достаточно широким функционалам для своих размеров это помимо того что в плат является веб-сервером то есть это веб-интерфейс для контроллера который вы можете нарисовать самостоятельно абсолютно как как вам заблагорассудится используя там соответствующие теги и так далее помимо того что это веб-сервер он является шлюзом бакнет модбас тсп с ммп до а имейлы умеет рассылать там и так далее в общем это такое достать ну размеры картина на все ограничения у него определяются его гречи обрезок коллега количеством памяти который в нем есть по моему там пользовательской памяти мегабайта 4 но там всего вместе по м4 что-то подник под операционную систему тут стати живет линукс я так и нашу для любителей покопаться в линуксе там тоже открывается определенные возможности ну вот java скрипту поддерживает да но там надо посмотреть документ там есть так называемая снова я аякс да и там есть специальные теги там можно писать скрипты вот понимаете опять же мои знания в области вот этого скриптов они прямо скажем ограничены то есть я могу создать страничку для пика веба но какие-то высокие материи мне все-таки чужды работы больше самими контроллерами в веб-технология я знаю о них минимально включать и включать слои на которых находятся разные гифы включать-выключать в зависимости от состояния той или иной переменной тем самым создавая анимацию там меняет картинку кнопки зажигать сторонним редактором да на чем хотите загружайте готовы так тут есть да так ну ладно так давайте вернемся теперь в начало значит установка ванту версию bios на ней узнать очень просто вы включаете эту железку во первых вы можете подключить пика менеджером он напишет или вы можете нажать здесь две кнопочки поддержать их 3 секунды у вас честно говоря квалификация продавцов я не проверял ну вот но это написано но это написано в мануале контроллеру это никаких проблем да да интерал аром вы держите некоторое время там по несколько секунд буквально до петель и у вас всплывает системное меню и там есть system information выбираете эту опцию он пишет bios будут никаких проблем если вы допустим имеете дело что уже загружены стандартной программы наши то она сама по себе bios показывает поиски так дальше установка если люди у которых ванту еще не установлено у всех установлено и работы вашей слушать так 2646 тогда смотрите но понимаете как может быть компьютер нормально приобрести ну понимаете как не знаю почему не работает честно потому что понимаете как мне вот вот эти вот все вопросы которые задают на семинарах у меня вантул не работает после того как я между вы знаете вот на этой машине сколько всего ставилась и сносилась вантул работает я могу сказать если вы пробуете откатить часы при установке вантул да чтобы удлинить ей триал то я могу сказать она это тетка сразу узнает об этом сразу напишет license has expired понимаете поэтому с вантул обратно и обратно уже пока часы поставить обратно нормально то это не пройдет поэтому вантул она довольно четко реагирует на такие всякие ущищрения здесь эти уже кончились вот эти пионерские времена когда можно было до открыть файлик там каким-то редактором открыть быстренько подправить ним что-то и все заработает нет понимаете в защиту для вантул и горел не писал они купили готовый продукт они купили готовый продукт а его создавала вполне профессиональная в этом плане компания utron которая в общем-то знакома со всеми вот этими вот этими желающими всякой халявы ну вот поэтому ссоре вот этот вот я думаю exploit который делал рабоспособным корил скорее всего свалил лицензию вантул да он ничего не прописывает кем сделан в смысле файл проекта пишется какой версии вантул сделан проект дема не дема триал не триал его не волнует я могу сказать мало того триал 90 дней вантул в это время абсолютно полнофункциональной она не имеет никаких ограничений то есть никаких ограничений связано с демо версии там нет вы можете на ней создавать проекты до загружать в контроле все это будет корректно работать если вы не хотите силу каких-то причин покупать лицензию вы можете отформатировать в персовую систему накатать ее снова поставить вантул он снова будет работать 90 дней я ставлю на виртуалку проекты сохраняю на понимаете как вы сейчас понимаете вы просто давайте отчет я в сессии компании карел на мы производим этот софт мы в край мы не очень заинтересованы что вы пользовались всякими ощущениями я могу вам сказать что если вы переустановите персону систему и поставить вантул он снова будет работать как отхачить вантул я вам не скажу в целом да в целом на учитывая до стоимость проектов нынче вентиляционных я думаю что вантул на iphone потеряется да это платный продукт кто-то говорит что к сожалению платный я думаю что наоборот к радости платный потому что поднять платность продукта она позволяет отсечь от техподдержки всяких праздно шатающихся людей до всяких пионеров которые решили что-то попробовать а потом выклевать мозг техподдержки да да поэтому вот нет смотрите да что касается сейчас я вам продемонстрирую как вообще работает система регистрации этой лицензии подразумевает что вантул у всех работ значит если вантул у всех работает значит вы можете ее запустить а кстати у всех ли версия 2657 тогда и смотрите вот здесь вот есть вкладочка обновление вантул на диске вам надо запустить просто это обновление то есть это обновление которое ставится по верху вообще обновлением от ул бывает друг двух видов бывает full full installation да это когда у вас три существует требование снести старую версию установить сперту новую и бывает апгрейд который собственно в имени файла вот видите вантул обрет собственно существует слово апгрейд вот такие обновления ставится по верху ну жизнь пока что чаще все-таки обновление требует полного сноса старой версии установки новой это папка внутри диска на диске вы просто жмете а ссылочку и у вас это обновление запускается ну вот если вы есть у вас не работает ссылка например установки безопасности браузера вам не дают запускать эти файлы значит придется идти придется идти проводник этот проводник вот наш диск так с этап 32 так 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 нет все выразить и апгрейд там есть вот он вот он вантул апгрейд с этап 2657 сп этим вот идете вот сюда все и запускаете вот этот вот инсталлятор 2657 проверено я я никогда не рекомендую людям кидаться сразу на 100 на новая версия да бывает такое что выпускается новая версия а он раз через неделю говорят что sorry 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 мы тут уже патч выпустили ну вот ну потому что мы совершенно там забыли поставить где-то галочку поэтому я обычно сам не кидаюсь на новой версии вантул я обычно ставлю их пробую на них что-то делать но какие-то вот проекты вот скажем если я работа на серьезным каким-то проектом я себе делаю в предыдущей версии какое-то его еще время параллельно тестируя 1 новую версию если новая версия мне не вызывает никаких проблем а я перехожу где-то через месяц ну вот ну как правило кстати не вызывает как правило таких багов уже критических уже никто не допускает но не могу сказать что 2657 точно заслужит того чтобы быть поставлены хотя бы ради того чтобы использовать мог бастер мог вас мастером 30 это есть только в ней вещь удобная для тех кто этим пользуется конечно если вы хотите образ опрашивать допустим частотные привода какие-то датчики на модбасе какие-то там ну что-то еще что работает на модбасе да с помощью контроллера то версия 3.0 это то что вам надо потому что она работает просто идеология совершенно другая если модбастер модбас мастер 20 он сделал он базируется на функциональных блоков и соответственно привязан к циклу исполнения программы и так далее то модбас мастер 30 он работает на уровне биоса на своих собственных прерываниях и никак не связан с беди да он живет своей жизнью и соответственно это видимо обеспечит ему на голову более высокое быстродействие потому что вот простое сравнение я делал это вот течь тюн терминал подключал к контроллеру с помощью началом модбасе модбас мастер 20 а потом 30 он с этим вот просто очевидно это просто очевидно визуально как по изменению скажем информации на самом дисплее так далее что двойной может даже тройной выигрыш скорости идет поэтому да там почитайте там все перечислено все стандартно все просто луча подождите не мгновенно там в принципе довольно большой кусок переписывается да да есть 267 ничего делать вам не на них вот зачем они пишут sp1 но они называют неким сервис паком зачем они приписали сп1 потому что он будет писать просто 267 и все сп1 писать она нигде в шапке не будет ну они решили написать написали бог с ними так может быть будут есть естественно релиз ноут в котором написано что они пофиксали да еще не добавили ну пока ставится давайте по библиотекам я немножко пока еще может быть не до конца знает что такое эти библиотеки но тем не менее здесь у меня выложены библиотеки они доступны для скачивания с кс и кайл .com вот эти библиотеки с предыдущих версий в антут библиотеки был функциональный блоков из-за предыдущих версий в антут их просто надо скопировать в соответствующее место тут где-то была инструкция куда скопировать вот собственно вот путь куда надо скопировать эти библиотеки ну что это вам даст это вам даст возможность открывать новые версии в антул проекты созданы в более ранних версиях без конвертирования библиотек то есть принципе вы можете открыть более ранний проект в новой версии в антул и без этих библиотек но тогда в антул напишет вам что она нуждается в том чтобы вот старые версии библиотек которые были использованы в тех проектах конвертировать в новые и при этом она пугающе для многих сообщение выбрасывает такое мыл связи при этом некоторые могут быть оборванные там из-за какой-то несовместимости и так далее ну и соответственно что вызовет нерабоспособность вашего проекта могу сказать что это делал много раз своей жизни и связи здесь не рвутся потому что если логика и она была вот она логикой и она и осталась понимаете и как были сбуливают два входа у него и один выход он так и остался и какая может возник несовместимость и из-за которой могут быть оборваны существующие связи мне тоже непонятно тем не менее вот это выбрасывается это сообщение на многих она действует прямо скажем угнетающе и для таких людей собственно и появилась возможность начинать версии 2.5 взять старые версии библиотек подложите соответствующую папку и открывать старые проекты не конвертируя библиотеки в новой версии они там просто вас выбрасывают такое окно и спрашивают будем конвертировать или не будем в случае если вы имеете эти библиотеки в папке вы можете отказаться от конвертирования ну вот и проект откроется с под старыми со старыми версиями если у вас нет этих библиотек случае отказа проект просто не откроется в принципе да если у вас нет проектов которых они используются в принципе никакого смысла их нет вот эти когда вы уже начнете работать может имеет смысл вам уже вот уже накапливать вот с какого-то определенного момента хотя если честно я копирую себя автоматически но другой стороны у меня это полно всяких у меня есть проекты которые ну я начал работу с вантул самое начало когда еще была там какая-то версия там она по 0 . какая-то была она называлась там какая-то вантул там коммерческая была но поправили она была не то что бета она была вообще альфа такая голимая просто было не мертвая да да просто да они понимать как по большому счету эти библиотеки мало чем отличаются друг от друга обычно в более новых для тех могут добавится еще пара блок вот и либо там есть скажем замена уже существующим блоку другой версии но правда старый блок при этом сохранен обычно такой значком с высоте на знаком поищу что он типа устаревший а вот мы место него новой написали ну вот и в целом они по составу по своему но практически идентичны другое дело что они видим в версии этого архива где-то помечают эту как версию библиотеки ну а вантулка открывать проект она сверяет эти версии а так надо менять но нашу с этим делать они не совпадают и все собственно это сделано скорее всего из-за того что просто постепенно подкладывают новые блоки туда ну вот и чтобы у вас не возникли проблемы такого характера допустим у вас проект создан примеру с использованием новых этих блоков вы открываете его с версии допустим старых библиотек да а потом этих блоков нет тогда появится море сообщений о том что мы не я не могу найти блок дайте мне скажите где взять блок туда-сюда и потом открывает проект открывается и там вот места где эти блоки не совпадающего раз оказывается пустыне чтобы этого не было вот они сделали систему проверки версии теперь собственно эту проблему абсолютно решено таким образом хотя допустим в пользователи допускают еще такие ошибки уже самостоятельно потому что помимо системных библиотек существует еще ваша собственная библиотека юзер-лайбер как называемый и я тоже допускал я думаю на эти грабли все наступают особенно когда вы работаете не на одном компьютере вот это вот большая проблема если вы работаете на объем компьютере скорее всего это невозможно если вы работаете скажем на двух на трех компьютерах вот и вы можете допустим добавлять на но компьютере добавили блок в библиотеку а в другом эту на другую этот библиотеку это не скопировали или не добавили там такой блок взяли проект капернули с одного компьютера на другой открываете бах библиотеку это самый юзер-лайбер и все хорошо а блока не хватает вместо него пустое место вот это вот на такие грабли я должен наступал и могу вам сказать но просто можете если вы уже допустим знаете здесь вот здесь нету против такого лома нет приема здесь надо просто просто тупо знать что я вот на этом своем примеру ноутбуке до добавим новый макрос и использовал его уже значит если вы проект копируете вы вместе с ним лучше сразу юзер-лайбер чтобы ее на другой компьютер тоже имплантировать поменить старую версию более новые чтобы там все блоки были тоже имя-то у нее не изменяется юзер-лайбер и она есть юзер-лайбер просто заменять один файл другим и все но в общем да да главное что пойти самая самая большая проблема в том что если вы допустим какой-то макро блок уже существующий для отечник решили подкорректировать в одной на одном компьютере и забыли подкорректировать другом то есть состав состав блоков одинаковый библиотеках но один функция функционал одного блока того одного и того же блока в разных библиотеках отличается вот главная проблема за которой тоже в арту следить не умеет она она весь юзер-лайбер и все название стандартная состав библиотеки и сравнивать она не умеет вот в общем это издержки работы на разных компьютерах я могу сказать что наступал на эти грабли на 1 с разных сторон прямо скажем так ну что 2657 у нас у всех 2657 я полагаю уже так ну что наша задача запустить вантул ну вантул запускается традиционным образом все программы тарел ту вот собственно вантул единство что могу сказать вантул должна запускается от имени администратора и это вот если речь идет ависта и windows 7 то при запуске вантул у вас должна появиться вот такая вот штука которая спрашивает вы ли запустили эту программу точнее разрешить мишени изменений если она у вас не появляется то тут возможно два варианта либо у вас отключена проверка учетных записей что многие пользователи сами на своих компьютерах делают либо вантул у вас и запустил каких-то причин запустилась не от имени администратора вот могу вам сказать что допустим нет вантул всегда должна запускаться от имени администратора независимо с того включена у вас проверка проект учет на записи или нет соответственно вы должны делать примерно так запуск от имени администратора чтобы этого постоянно не делать вообще-то версия 2 начиная с 2.5 обучили этот атрибутик ставится автоматически до через видимо во время установки через реестр на файлике но на 64-х разрядных системах это похоже не работает поэтому у меня 64-х разрядной системы может зайти в проводник до найти папочку программ файл суб чтобы больше не возвращаться к этому вопросу программ файл с этого дня 86 карел вантул находим вантул xe кликаем правой кнопкой свойства совместимость и вот здесь внизу уровень прав галочку ставим выполнять эту программу от имени администратора дальше окей ну и все и забываем об этой проблеме и навсегда когда бы мы не запустили вантул она всегда будет запускаться у нас от имени администратора ой кончилась версия тогда кстати должен же был я хоть что-то забыть ты прокатила а кстати вот за одно самое время за одно самое время а показать вам как регистрируется вантул когда вы приобретете ключ если вы конечно приобретете вы запустите вантул у вас появится вот такая штука то есть она появляется в случае когда реал кончился и когда вы приобретаете ключ ну вот здесь вам надо значит выбрать hardware license так давайте так давайте сделаем так я все-таки перезапущу вантул потому что сейчас она уже поняла что триалы экспорта а я перезапущу вантул когда вот с ключом вставленным активным ключом чтобы меня там был кодика сейчас не дождаться когда запустится потом ее рубануть и когда вы ставите ключ у вас выбрасывает окно если она в силу каких-то причин не выбросилась то есть она ключ придется регистрировать вот здесь на меню tools есть опция license management то же самое окно которое выбрасывается вот при кончившемся триале или при новом ключе вставленном вас интересует вкладочка hardware license когда у вас ключ новый вставлен у вас есть вот это вот сверху за заполненная вот этими циферками многочисленными поле в этом поле activation код у вас ничего нет ключ еще не активен ваша задача теперь нажать кнопку get activation откроется интернет вам нужно соединение с интернетом разумеется открывается вот такая страница вы вот понимаете вот такая компания карл я очень люблю свою компанию но иногда наши программисты они делают какие-то вещи которые вот трудно объяснимы почему нельзя вам стандартную актив x использовать кнопку да вот такую нет ask for activation вы думаете это картинка нет эта кнопка вы жмете на эту кнопку вот открывается форма сейчас здесь не очень быстро интернет видимо вы заполняете стандартную форму ну как регистрация на сайте там имя фамилия там страна email там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля оставляйте здесь честный email это на самом деле может быть даже какой случай вам пригодится ну вот дальше значит заполняете эту форму туда-сюда здесь выбираете license hardware здесь read информ и значит предоставлен информацию да read the information provide сюда сериал намба что такое сериал намба сериал намба это то что идет либо в виде наклейки на коробку с ключом голографическая такая либо вложена в коробку с ключом голографическая такая наклейка это не артикул там от этом ля-ля-ля это не артикул по которому вы покупаете в анту то есть вот то что бывает наклеечка вот такая белая кариловская да это то что вот голографическая так наклейка сериал намба 12 значный номер но вы сюда вбиваете это 12 значный номер который на гречке собственно который пришел с ключом не на белый она голографической license код это вот это блин как я люблю это разрешение вот вы отсюда копипастить и вот этот вот длинный код копия и туда вот сюда пастите до ставить сюда ваш серийный номер дальше next естественно часто мне скажут что уже не бейте серийный номер я его не помню разумеется очень на той стороне у вас появится вот этот вот ответный activation код нажимайте пожалуйста на все кнопки по одному разу здесь два клика не надо я не знаю как сейчас может быть ошибка в этом скрипте исправлена но раньше в этом скрипте была ошибка если вы делали наш машинально два клика то вы на другой стороне на другой странице видели а по этот ключ уже зарегистрирован а почему бы это видели потому что выражали не один раз а два один раз вам должны были показать а второй раз вы нажали она тот же ключ еще раз хотела вам показать то есть она уже показывал она она точнее вот это вот вся оболочка думает что она вам уже открыть показывал поэтому мы вам сайт жмите здесь на все по одному разу чтобы все это корректно работала а если так показал тогда начинается значит обращение в карелла россию а вот давайте мы у нас тут такой показал то сюда мы начинаем писать письма нам писали ответы в общем короче если так вы это сделаете за три минуты то вот на исправление ситуация уйдет от нет ни недели не уйдет но скажем если я не в командировке допустим или там вот дмитрий смелов не в командировке допустим да то это решится наверное не за несколько часов ну а если скажем я в отпуске в дмитрий уехал куда-нибудь там выразить просторы сибири там туда-сюда и не имеет доступа вот к электронной почте и так далее то чем это может затянуть на какое количество дней утеря ключа все до выход его из строя ну понимаете как знаете как я охотно верю что это бывает этому ключу вот это ези тулсовский ключ я получил в 2000 там двухтысячном или 2001 году он до сих пор работает но вот это в антулский ключ 2000 наверно там 5 или 6 года от роду это же до сих пор работает я согласен что теоретически все железо умирает с дистрибьютором я думаю решать дьется вам вопрос да скорее всего я я абсолютно не знаю чем конку закончится ситуация потому что мы его его как-то было дело даже возили в италию ключ они нам диагностировали потому что я знаю что попытка взлома этих этих ключей было неоднократно и это может привести к выходу из строя она их тоже поэтому я думаю что вот этот выход из строя ключа лучше вон не выходил строя я могу сказать потому что здесь у нас такая это может вопрос скорее всего решится каким образом дистрибьютор решит его я абсолютно не знаю но это может занимать от маленького времени до до очень большого времени потому что если скажем дистрибьютор попытается отправить в италию на диагностику это ключ то это сайт снимаете ой это долго и лунно без причин не стереть и потому что я вот всеми себя в пример привожу у меня все время работает в анту чтобы сюда не ставил принимаете но у меня время работает этот ключ а ему уже вот он говорю вот самый первый в первой версии в антул то есть ему лет уже вот столько сколько я даже не знаю сколько я зашуме из 1000 брали хардовое включить ушло 1200 что-то в свое время компанией дистрибьюторе мы проводили сама компания в целом наводила статистику по расходу на гарантии на выполнение гарантийных обязательств по разным брендам а как компанией было много разных брендов маквей да и кинтон дантем и прочее и как вот у карла был наименьший процент расходов но нет это это все замечательно это все замечательно но она и носа и на старуху бывает про руку но я вам могу сказать смотрите 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 давайте сделаем так я думаю так что есть короче говоря резюме будет такое если у вас сгорит этот ключ то в общем определенное количество проблем у вас при этом возникнет я вам могу сказать точно все зависит будет а зависит от позиции дистрибьютора как он себя поведет в эту ситуацию так ну в общем наверное примерно понятно да вы в ответ получите примерно такую же циферку такой же длины до в но другой только странице на следующий вы должны ее скопи пастить вот сюда активейшим код дальше вы должны активы кнопку нажать активы кей-кей и собственно все после этого вы можете это ключик вынуть и вставить хоть 500 разных компьютеров то есть вы можете поставить в вантул насколько хотите разных компьютеров носить с собой этот ключ и делать лицензионную ту версию вантул которую вы желаете да на том компьютере вы желаете для любых версий вантул старых новых не важно то есть этот ключ у на один на все версии вантул он одинаково работает и вот эта информация начальная регистрационная она пишется в собственно ключ она не пишется в компьютер то есть никакой привязки ключа версии вантул к этому компьютеру нет эта информация писалась ключ все он зарегистрировался вот он настоящий вы носите его с собой втыкаете куда хотите все ничего больше не надо 11 операция проводится информация записывая включить все больше можете забыть они а в серийных номерах и так далее ну если вы сумеете подключить и сбить это устройство двум компьютерам одновременно то понимаете вот это кстати как раз всякие мы сейчас обсуждаю всякие способы как ножи себе проблемы так собственно вантул но на самом деле понятно если бы у нас был нормальное разрешение этого вот чудесного девайса который висит у нас бы было все намного здесь удобнее и лучше у нас бы экран был пошире и все было покрасивше но ладно давайте мы остановимся о том что же здесь у нас на первой странице я не знаю вы видите она у вас точно так же как у меня все честно просто интерфейс вантул довольно гибко настраивается вот этого нет у вас да это вам на этой странице он не обязательно прям скажем просто он у меня включен по умолчанию и он тут есть ведь он сам пустой вот значит смотрите карел news но эта вещь такая которая работает с ресурсом кс и а кстати что касается вот этого ресурса кс и карел ком там есть достаточно много технической информации принципе после этого тренинга вы имеете все права для того чтобы зарегистрироваться попросить попросить доступ к разделу вантул просто мне там регистрация на кс и если вы хотите пользоваться этим ресурсом даже его открытой частью регистрация по-любому обязательно то есть вы заходите на этот ресурс сейчас мы блин как же неудобно ну где тут у меня вот он кс и так тут у меня сейчас я блин даже места не хватает а вот 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 вы зашли первый раз на кс и вот он выглядит так на вы должны первым делом тут зарегистрироваться для этого вы должны найти штуку который называется create аккаунт нажимаете create аккаунт заполняйте форму регистрации соглашайтесь сейф там ля-ля-ля в общем потом еще одна страничка откроется там более подробно кто вы такие заполняйте форму получаете этот пароль все после этого вы можете пользоваться уже значит этим ресурсом в бесплатный у них бесплатный а в открытость в открытой части у вас будет уже значит супервизоре дальше что у вас будет тут еще что-то будет что ж у вас будет то software support будет до software support но допустим у вас не будет в антул антул touch editor будет bios да у вас будет вот так configuration updating softwares здесь собственно вы можете скачать пика менеджер тоже например вот он здесь пика менеджер какие-то еще тут челитки есть венлоу тоже это вы уже можете сказать просто зарегистрировал получив регистрацию если вы хотите иметь доступ вот к этим разделам тогда вы должны написать письмо на адрес вантул собачка кайл . ком где на каком-нибудь английском языке вы должны попросить доступ к этим вот разделом этого сайта кс и к релку но только перед этим и даже зарегистрироваться то что вы должны в этом письме сообщить о том что вы прошли тренинг б значит тренинг проводил ну да уж и голове на антон дальше значит вы просите дать вы зарегистрировались на кс и у вас индификатор там вы там 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 к примеру там как там и username тут как почтовый адрес ваш да точно вот такой то у вас юзернейм вы просите дать вам доступ к разделам вантул вантул дачи эдитар и будут bios при этом вы лучше в копия письмо меня поставьте тогда вот эти вот ли люди которые дают доступ к этим дополнительным полям они просто не будут задавать лишних вопросов они просто сразу вам на сделать доступ и все обычным доступ это в течение дня это делается вот если вы пишете письмо по-русски если вы пишете письмо такого содержания особенно с я с яндексовского как у них mail.ru ящика и так далее ну вот вы пишете hello guys give me please access все люди что за чувак они начинают смотреть а яндекс и скорее всего из раз они начинают задаваться оба это наверное из россии они потом мне пишут письмо а ты знаешь вову не понимаете весь механизм а там правило такое вы вы пользователь вы пишете это письмо вот и все я целую я конечно могу вам с этим помочь но если вы напишите более или менее на каком-то ну более-менее читаемом английском языке формацию следующий вы прошли ключевая информация вы прошли тренинг головин антон вы просите доступ именно вот туда туда и туда и туда вот сюда вот вам надо даст он вам обновление вантул а доступ бутом bios am документации к примерам и так далее тут у вас есть довольно много вообще всего вот под этими тремя бирками но и в копию ставите просто и они видят что копия я да потому что если честно понимаете я не знаю всех вов дим вова димонов там и так далее россии вы его не карился они что они грани письмо вот такого содержания типа они мне сважают антон ты знаешь этого человека вы знаете я вот последний раз честно говоря написал что не знаю потому что будет типа ваван там ну вот я не знаю ну вот поэтому мы просто когда попросим пишите что вы прошли тренинг я был и вы меня еще в копию ставьте это да это никаких вопросов не не больше не вызывает они просто делают этот доступ и все быстро и качественно ну и формулируйте что вы хотите получить потому что они дадут вам доступ к тому что вы напишетесь и вы напишите вантул а имама дадут только вантул если вы напишите только бутва bios вам и дадут кубу bios понимаете да да поэтому пишите вантул touch editor и будет bios конкретному штамм ребята формально выполнять свою работу что попросили то и дали вот так потому что вот это все у вас и так там будет ну вот а вот этого у вас не будет по умолчанию и поэтому вам надо попросить доступ сюда это дается в принципе только после прохождения подобного тренинга вот ну тут много всяких полезных штук будете пользоваться не будет пользоваться второй вопрос почему вам не поиметь доступ к лишней информации лишняя информация для технических специалистов никогда не повредит да нет содержать информации так поговорили замечательно так возвращаемся к вантул наконец так возвращаемся к вантул так и так карел news в принципе эти новости берутся с того же самого ресурса только вантул лезть туда как-то автоматически на самом деле вот эта панель практически такая вещь условно необходимая потому что я так понимаю что они так через вас и email регистрации так рассылается там сообщение о том что вантул дальше значит рисун solutions это то же самое что недавние документы windows на 10 где-то документ вот это значит это те не проекты с которым в последнее время работали они сюда попадают в список если вам хотя сюда попадает на терка не только последний вообще все принципе солюшина которые все проекты которым вы работали в последнее время если вам от список хочется очистить вы можете взять нажать кнопочку файл и clear релизом solutions очистить этот список все но я честно говоря люблю этим списку пользоваться поэтому никогда не чищу дальше плагин actions ну здесь очень примитивный набор открыть проект и создать новый проект создать новый проект и открыть проект может через кнопочку файл естественно new solution open existing solution или если у вас есть solution спорта здесь вы показали через кнопочку view там да solution спорта здесь отметили у вас появится здесь ерунда только она вас будет не свернута скорее всего а развернута но ведь когда маленький экран не очень то удобно работать с помощью развернутыми этими всеми вот так вот в таком виде это было бы да видите здесь еще меньше места стал поэтому я обычно вот эту кнопочку от откликиваю да и наверняка сворачивается видите дабл кликету create new солюшин то есть если вы сюда два раза кликните то тоже может создать новый проект в общем по проекте говоря это наверное избыточный функционал нет допустим хватило файл new solution там или вот просто не кнопку не теперь почему мы с вами говорим сейчас данном случае о солюшине а не о проекте это немножко разные вещи есть такое понятие solution и это не проект отдельного контроллера это не проект программы которая будет загружена в контроллер это некий контейнер в котором может сохраняться несколько программ для загрузки в один там или в несколько разных контроллеров не важно для чего сделан вот этот контейнер для того чтобы вы могли организовать между связать эти контроллеры в сеть пилан то есть в каждом контролере есть этот портик он он здесь двух ипостаси первое значит это черненькая версия его это для получения внешнего дисплея и вот такого ключика но вторая версия это зелененький разъем рядом информационно они параллельны то есть и то и другое это пилан только чем отличается черный от зеленого на черном есть еще питание для ключика и для панельки там 20 около 21 вольт постоянно ну вот поэтому если вы хотите связывать контроллера в сеть пилан чтобы они могли обмениваться информацией друг с другом не надо брать вот этот черный кабель и соединять их между собой таким вот образом дайте контроллеры вы вызовете в общем практически неизбежный конфликт конфликт до блоки питания не могут идентичны так или иначе блок питания на у компьютер контроллера потянет на себя нагрузку другого то есть они будут друг другу другому податься поэтому если хотите связывать контроллер вот этот зелененький украсть для этого то есть только информационная линия на этом разъеме есть еще питание все а так это одно и то же кстати конвертер что касается конвертер который спустит загрузки он тоже бывает двух видов он бывает вот с таким разъемом черный черным мне на конце его кода tlf 0 и контроль конвертер вот как в данном случае называется там м о р ноль у него такая трешечка на конце конвертер внутри одинаковые вот это cv std you а дальше там либо tlf 0 либо м о р ноль конвертеры одинаково отличается не только разъему и тот и другой конвертер разумеется может быть используем для загрузки программы исключения в контроллер только а этот конвертер удобнее будет подключается даде будет такой трех пиновый разъемчик с винтиками вы берете три провода . и подсоединяясь к этому разъему тоже здесь вот разъемчик втыкаться ты три провода это это вот это да м о р у него 35 пиновый у tlf 0 да у tlf 0 там вот такой разъем на конце и в общем делает он тоже сам загружает контроллер да с этим что касается конечно ежедневного многократного загрузки программном сечения в контроллер конечно удобнее пользоваться таким разъемом быстренько втыкнул быстренько вытму айси отломать это шпенек ты плащи 1 1 1 1 ну вот не нет никак известно понимаете вот просто это более удобный быстрый разъем да но если вы используете это конвертом не только для карелла например да то с таким уже не очень удобно креса резать этот кабель начнется 2-3 кабеля разрезанных там подключена разный разъем будет наиболее предпочтительный сюда вы подключаете любые провода какие вам удобны без всякого курсов кройки и шитья то есть вот потому что у меня например у меня например конверт с таким разъемом я могу сказать у меня на столом висит там три или четыре кабеля которые разного образом раскроем да 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 нормальный план цена оптоизолированный то есть не опто тут гриваническая развязка на емкость у стихо современный чипс и все хорошо это очень правильный конверт вот поэтому для загрузки вам достаточно любой хоть мара хоть и этот ю м вот этот о-р хотела но вот есть для этот более такой универсальной все-таки разные провода нем быстрее подключать чему так значится так 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 про конвертера чего бы а пропила то есть пропила так вот когда мы зовем внутри союзе несколько контроллеров мы соответствующим редактором можем объединить их там переменные с переменной связать где так называемый бендинга связать перемены с переменной посредством этого разъема соединить контроллеры между собой и они будут очень свободно и быстро обменивать информацию но для того чтобы это возможно было сделать они должны быть в одном вот этом контейнере который называется solution то есть даже если мы хотим соединить два контроллера которые уже давно работают объекте всей мы должны создать solution к вернуть туда эти оба проекта уже существующие сделать соответствующие связи организовать в этой среде программирования откомпилировать перезагрузить контроллеры и тогда они когда у них появится возможность обмениться друг другом информации вот таким то образом все очень просто но работа по-любому наша с вами начнется того что мы создадим новый проект но new solution давайте нажмем эту ссылочку new ну первое что мы должны сделать это мы должны назвать как-то проект вот хочу вас предостричь от кириллицы от кириллицы я вообще такой сейчас да мне скажут антироссийский какой-то ставленник да тут значит и переводить help мы не будем и так все ясно и вы вот вот и здесь я хочу вам дать рекомендации вообще не это касается не только кариаловского программы печенье любого импортного софта подобно это касается чем меньше вы там используйте кириллицы тем целее вы будете могу сказать это это жизнь ничего с этим не сделаешь это бей тот весь софт пишут не софтверные гиганты типа microsoft а до которые учитывают там имеют штат там 500 человек которые занимаются только тем что тестер до софт поэтому они могут что-то не доглядеть а наш символ как вы знаете в памяти занимает два раза места больше чем чем импортный да ну и соответственно возможны всякие переполнения там буферов недостаточно места для сохранения для пути файла там и так далее поэтому моем вот такое наставление до никогда не используйте кириллицы не то что в именах проектов а даже в путях к этим проектам и и все и будет вам счастье что в антул не замечено пока в каких-то косяках связанных с этим но вот touch editor вот этот редактор для тачскрина и джи тач вот точно замечен там точно никакой кириллицы не в путях не в именах могу сказать но я рекомендую вообще вот вам всегда будь то там допустим кара ханивайловская будь то там сименсовский какой-нибудь там симматик там еще чем не надо там кириллицы и будет вам счастье будет у вас все устойчиво хорошо работать поэтому давайте назовем наш проект как-нибудь там ну как его назвать это ну давайте мост там москал него мост достаточно так все никакое число так 0808 13 будет нас такой старюши дальше мы должны определить папочку в котором может находиться будет находиться но у меня где-то для тренингов специальная папочка сейчас мы посмотрим мой компьютер вот тренинг у меня такая есть папочка окей вот собственно здесь он у меня будет находиться да здесь может создать вы можете создать папку вот здесь нажать кнопку создать папку да безусловно не 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 вот именно solution все это папка уже все вот то место а это целевая папка где она будет лежать корневая да 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 совершенно верно вот не смотрите библиотеки должны лежать вполне конкретном месте в том пути по тому пути который вот в самой оболочке там виден написан то есть это это железно сюда вы можете в эту папку в вашем счету что хотите она жизнь вам не испортит но и не поможет почему покажет я уже показывал мне практически неоднократно вот этот вот вот этот вот вот он путь вот этот вот вот он нет понимаете в контроллер загружается код уже от компилированный то есть на основании всех библиотек и так далее компилятор сделать уже машинный код и он не используйте библиотеку это уже единая единый файл в контур или ран-тайм я там бился измени и там мало на вас машинку там билось все вас тема ввода вывода все она тупо перелисывать эти сроки тук 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 ну я честно честно я не знаю как это там работает я думаю что там стоит некая программа которая берет ваш этот код и тупо его по адресам перебирает в какой-то процессор обычной работы типа того что от компилирован к вот компилированный код там же у вас есть он просто начинает с первого адреса да а дальше уже в первом адресе написано что переход на такой-то адрес да и он по этим адресам ну это бил все есть да я понимаю что вопрос да 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 смотрите вот допустим давайте я отвечу на все вопросы ваши в наверное вас который возникли сейчас и возник тут буквально через пять минут первое нет я думаю что вот вот то что у вас абсолютно д компилятора не существует все ответил да я благо на все вопросы то есть все выйти со всеми вытекающими отсюда последствия нельзя скачать код с контроллера распаковать и увидите в том же самом виде как даже если и пройти нет там галочки сохранять вместе с ходом кодовость всем всем я смотрите смотрите я вам потом даже объясню вот когда мы начнем работать я потом даже объясню почему так то конечно точно такой же вы можете с помощью этой флешки копернуть из эксцесса в эксцесс можно защитить можно защитить но я не защищаю с вами я так и найти грабли тоже наступал защищал а потом представьте себе допустим вы в москве а объект ваш где-то находится в каком-то мухосранске где нибудь там далеко-далеко за уралом какая деревня там в тайге до сюда и понимаете как и возникает вопрос там до ошибку вы сделали ну кто я тоже делал ошибки от ошибки то не то не страховал вам надо обновить там сок очень просто послать людям ключик да но так или иначе тогда вам придется сначала значит этот ключик в прописать не в этот пароль желательно чтобы вы уже сами еще не забыли да что-то пароль там где-то какой-то стоит в каком-то этом деревне ну вот прописать с помощью специальной утилиты прописать этот ключ пароль потому что тогда вам придется покупать еще на кусочку другую серенькую такую конверт для этого ключа то есть существует утилита которая способна с этим ключом работать его программируется отчетливо заливать в него код который для загрузки антроюн прописание пароль и так далее ну вот или допустим у людей есть уже такая штука несмотря то что они живут не не в очень скажем цивилизованном месте да тем не менее у них есть конвертер вы можете просто послать им три файла и они перезагрузить контроллер ну вот но у вас там стоит пароль тут вариант либо сказать им пароль тогда смысл его устанавливать либо ехать туда самому ехать очень дорого поэтому смотрите если речь идет о серийном оборудовании к примеру есть как компания да вот она какие стандартные дела и да под них написал свой собственный код естественно разумеется в данном случае наверно имеет смысл защитить как-то свои права до чтобы какой-нибудь дружок другой дружок не посмотрел ска оба я тоже такие установки сейчас быстренько наделаю а программа уже есть вбиваться не надо раз капернул и сделал но тогда в принципе наверное есть смысл делать доставить эту пароль защиты если же вы делаете под конкретную задачу программное обеспечение практически никакого смысла в этом нет потому что даже если кто-то и скачает этот код куда он ему нужен у вас установку вот она вот с такими такими-то заданными параметрами она делает то 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 и то найдите еще одно такое место куда вы это примените но если кто-то найдет вся ему повезло но если он еще должен для начала хотя бы научиться этим всем пользоваться и купить эту штуку кстати поэтому в общем не знаю если хотите ставьте пароль но не забывайте у этот пароль есть нюанс если вы его забудете у нее нет заднего хода я даже не смогу вам в этом помочь это в общем превращается в понимать причем это пароль не просто на копирование на правую пароль на соединение с контроллером чем бы то ни было через этот порт с целью по протоколу он не мертвый он будет с тем софтом который закрыт паролем пожизненно то есть если вы захотите обновить но не знаю этого пароля вы не сможете этого сделать да но там нет такого вычтить там вместе как бы старый проект занимая заменяется новым нельзя его сделать чистым контроллер то есть днем все равно всегда что то есть так наша значит здесь назвать solution правило значит естественно как угодно но вот лучше латинскими символами так значит определить папку здесь вот здесь description мы можем писать на любом языке хоть на китайском все что хотим это не компилируется это просто нам как для заметок что же это за проект я обычно ничего не пишу если мы очень себя ценим то есть если мы можем свое имя вбить сюда золотыми буквами но и версиям бывает очень удобно весь этого проекта вот эти три поля не обязательно для заполнения вот эти два поля разумеется обязательно все нажимаем кнопочку next теперь вот теперь собственно только что мы со с вами создали контейнер а вот теперь мы должны добавить него проекты контроллера уже вот именно того кода который будет ужас контролем здесь есть несколько путей new значит новый проект это добавить уже существующий которому у нас уже написано просто мы хотим посоединить в сеть он может или он может быть добавлен с целью его отредактировать и на его основе создать какое-то новое решение и from template есть в комплекте файлов которые устанавливаются вместе с вантул есть шаблон карелос ну вот мы его сразу забегать и расскажу мы его использовать не будем почему кстати не будем по причине того что он а перманентно англоязычный да и итальяноязычный но он ориентирован под использование мод модули в библиотечных которые тоже итало-англоязычные там и может быть еще на немецкий язык переден еще можно какой язык ли но точно не переведена русский главное что не представляется возможным в большинстве случаев это сделать казалось бы ну что подумаешь переведем добавим язык все хорошо но часть большая большая часть этих модулей закрыта паролем и я их не могу открыть и перевести на русский язык причем даже мне даже я вот вроде как карел да вниз пару процентов не дают но и я им сколько уже мы там ругали спорили там и так далее с ними и бесполезно они говорят что вы поломаете эти блоки они будут работать неправильно потом скажут что мы иначе дали вам неправильный блок вот вот такая вот отмазка я думаю скорее всего они не хотят показать какие-то свои идеи там которые они там быть бог вот собственно и плюс здесь заложена определенной диалоги до подхода к меню там и так далее то есть здесь вам навязывают да с помощью шаблона это некое решение ну вот в принципе в принципе дальнейшем вы можете попробовать использовать шаблон но мы с вами будем учиться с нуля мы возьмем с вами создадим просто чистый проект там есть небольшая болваночка кое-чего в ней уже существует уже создано да да это проект ну мы с вами будем делать новый мы нажмем new собственно сейчас откроется мастер очень похожий на солюшин да только теперь мы будем создавать проект контроля значит проект контроля ну иначе здесь мы назовем ctr там один я его назову например неважно как здесь тоже не рекомендую в общем с кириллицей связываться дальше тип проекта application или модул значит application это собственно приложение которое будет загружаться в контроле а модул это макрос это либо макро блок это очень функциональный блок но функциональный блок мы с вами безусловно создадим пока мы создадим проект именно контроллера дальше вот в этой части в этой рамочке выбирается тип проектов он будет создана и и в беде в функциональном блоке которые в общем в большинстве случаев подобных программных средах используется то есть это всевозможные квадратики треугольнички там и так далее которые уже содержат в себе внутри некий функционал наша задача только функционал правильно использовать но то есть надо соединить между собой соотечеющими связями наподобие как электрическая схема и они будут обеспечивать нам определенную логику работы всей этой системы ну вот structure текст это ст на это для любителей собственно работать клавиатурой для тех кто знает ст они утверждают что они можно писать все более изящно и более круто но вот вопрос том сколько они на потратят времени я здесь ни в коем случае ваш выбор либо и в беде либо истер ст в данном случае мы все эти учиться будем все кино и в беде по-любому а уже дальше вы примете решение так description то же самое что в солюшине автор естественно и версия да пожалуйста понимаете как вот эта версия она на самом деле именно текстовое поле это детское поле да это вот пока она не себе не несет никакой такой вот нормальной глубокой смысловой нагрузки поэтому я честно говоря здесь больше нет в том-то и дело это не компилируемые поля вот вот в чем дело поэтому они очень до определенной степени бестолковые открыть проекты посмотреть вы можете да но в контроле это не никаким образом не унаследует да для себя любимого только да просто я знаю что вот допустим подобные же вещи допустим в той же номер кариха не вылазкой да они там автоматически попадают в контроле там мало того там даже там даже имя на кого зарегистрировали лицензия в контроллер пишется и ставится вот эти вот поля текстовые и они не компилируются не вы можете выгода поймете что что такое за редактор вот эти вот изображение до редактора пользователя интерфейса побольше вы в принципе там в любом месте можете написать сами в вольной форме как угодно но автоматически из атрибутов проект это не попадает туда поэтому вот эти вот поля они до определенной степени в общем бестолковые они есть их может заполнять но в контроле так значит выбрали тип приложения функциональные блоки здесь ради бога либо hardware либо next это одно и то же либо вкладочка hardware либо кнопочка next здесь мы должны выбрать контроллер давайте оставим пика 3 бог с ним тип дисплея ну кстати здесь вот мы все вообще вот выпускающийся на данный момент контроллер карел и точнее и вот и те которые выпускались не до недавнего времени пика один к сожалению уже снят с производства ну не знаю к сожалению может радость но он здесь есть но вот пика 2 он уже достаточно давно снят с производства он здесь есть как ни странно и кц тоже ископаемые так хорошо что пика b нет и кб это вообще круто было бы но ну и к 3 как самый наверно сейчас распространенный контроллер давайте оставим не не как раз без проблем как раз без проблем и бы как раз в этой части вы сможете потом перекомпилировать год подругую под другой железо другое дело что есть нюанс а у пика 5 есть дополнительные порты скажем если вы сначала работали с пика 5 то есть так стояла у вас вот здесь ну вот и пометили некоторые перемены для обмена эти перемены через порты которые есть только в пика 5 то при при постановке дал галки в пика 3 у вас того что подотрется проект да я думаю что они в проекте то останутся но компилятор я думаю компилятор просто их внутри себя просто он просто их отсечет и все то есть пройти визуально они будут видны честно говоря и знаете как вот как обычно вот с нашими людьми как столкнешься к личным вопрос таки задаются я не пробовал могу сказать из пика 5 сделать пика 3 хотя в целом мы можем это сделать с вами здесь ну вот посмотреть отметить может даже ради интереса и потом вы можете допустим сегодня вечером пойти вместо того чтобы пьянствовать создать проектик попробуйте что будет ну а мы с вами давайте уходить пика 5 хотите пик 3 выберем любой не очень все равно давайте 5 больше современное железо ну вот так панель посмотрите терминал может быть в принципе и не один вы можете создать как проект сразу скажем еще воды под еще по два единство что вам придется вести работу сразу для двух разных дисплеев которые разных форматов допустим пижди ноликовый это вот имеет такой формат 4 строки по 20 символов в строке а пижди 1 он имеет 8 строк по 22 символа в строке соответственно они немножко несовместимы между собой и чтобы вам вот такой проект с двумя этими дисплеями ввести вам придется соответственно интерфейс создавать в двух местах сразу это двойная работа ну в общем я обычно так по такому пути не иду я обычно и делаю под что-нибудь одно потому что ну вообще нынче я прикрыл пить gd1 потому что пизде 0 все таки вот уже уходящая вещь такая прямо скажу поставляется посадимый дисплеер xs или нет подождите момент xs имеет важное отличие от всех остальных контроллеров единственно нынче контроллер который здесь не поддержит ни графику не теряются на своем встроенный дисплей поэтому вот спрашивают пика xs он только с таким дисплеем он с ним был всегда и будет всегда пика 5 и он только широким alpica 3 бывает такой такой я идею вашу понимаю зачем мы могу зачем нам бежать и налико в пика пятом никто не мешает нам снаружи подключить к нему четырехстрочный дисплей да и они бывают без дисплей на не бывает без при вы можете взять вы можете без дисплея контроля купить подключить ему снаружи четырехстрочный дисплей да да и выяснилось а ну а можете купить скажем снаружи тоже слепой но снаружи чуть восьмистрочный дисплей и вы можете в принципе видите проект по той и другое сделать но и у вас получается что у вас будет четырехсрочный на несколько евро дешевле чем восьмистрочный а здесь вы потратите на несколько сотен евро больше времени чем в общем а вы да во первых можете определить в программе во вторых вы можете загрузить в это контроллер именно то что она да нет ничего не поесть я могу сказать что вот в этот контроль допустим с восьмисрочным дисплеем вы можете спокойно выгрузить программу написано по четырехстрочным будет показывать только на четырех строках также как и 8 и четырехстрочный будет пытаться показать все восемь но он будет пока этого вот видимую часть ну что пускай все будет а вы зато с любой момент может подключить его прийти принести с собой поэтому смотрите вот это вот все это все конечно можно но честно говоря вот этого все делать это очень хлопотно то есть это двойная работа которая в конечном итоге никому будет не нужно потому что жизнь показывает что все она идет отказ от четырехстрочных дисплеев потому что даже по количеству размещенной информации восьмистрочный просто с ними удобней больше информация помещается можно сделать удобнее интерфейс и так далее поэтому я бы он рекомендовал новые проекты конечно планировать на пиджди первым потому что разница между ними в деньгах я не знаю какая но я сомневаюсь что она сколько угодно значительная потому что мой разговор о каких-то нескольких евро идет ну а удобство которое дает восьмистрочный дисплей они несомненно и к тому же все новые устройства допустим пережить пика 5 если встроенный дисплей в них не бывает 4 строчных поэтому я даже думаю из изображение совместимости я думаю я бы уже сейчас нынче работал бы только с восьмистрочными дисплеями но из вашего разрешения отсюда сделаю делит ну вот а дальше язык но многоязычный интерфейс в россии в принципе мы можем здесь сделать несколько языков там вот английский допустим на и работать сразу создавать интерфейс для двух языков никаких проблем нет я обычно по-другому делаю я просто клонирую их потом не перевожу тупо если мне нужен скажем двухязычный я просто делал на каком-то одном и тут перевожу потом ну вот здесь можно их да да это можно выбрать либо смотрите можете ничего не выбирать а только загрузить контроль только тот язык который вам есть как это сделано в стандартном состоянии там не делали переключения но а можно есть специальные инструменты которые позволяют языке оперативно переключать зайти в соответствующем меню переключить этот язык но все-таки давайте мы с вами сэкономим времени сделаем под один ну вот в любой момент мы можем добавить сюда еще один никаких проблем так значится что здесь enable long loop вот это вот эта галка вещь поистине бестолковая когда вы знаете что такое лук и что такое маск в лупе вы поймете что вот эта галка вот стандартная стандартное количество масок в лупе 127 вот этой постановка этой галкой вы можете расширить и так это число до 200 пяти четырех когда вы поймете что лупу парень что это просто бред все финиш вот мы с вами создали проект я просто не хочу забегать вам забивать голову сейчас что такое я говорю просто не ставьте эту галку а в любом случае вы всегда иметь возможность ее поставить вы можете в любом случае зайти снова в свойства и и поставить все необходимые галки поменять контроллер добавить язык и так далее никаких проблем нет вы можете вы можете изменить имя проекта тоже никакие никакие проблемы все вот у нас проект создался